МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева награждены 1150 человек. Юбилейные медали получили соратники главы государства, ветераны Великой Отечественной войны и труда, руководители предприятий, общественные деятели и акимы городов и районов. В связи с 25-летием независимости нашей страны в ряды членов Ассамблеи народа Казахстана было принято 25 кандидатов, представляющие 25 разных национальностей. 9 карагандинцев награждены юбилейными медалями в честь Дня независимости. Еще 9 стали обладателями почетных грамот от Акима Караганды. Во Дворце культуры Майкодука городские власти провели торжественное собрание. В Караганде за последние сутки сгорели два пассажирских автобуса. Пожары были локализованы силами сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям. Причины выясняются. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Первое ЧП произошло в поселке Кингир, недалеко от Джисказгана. Автобус номер 98 загорелся по улице Темирязева, 22. Пожар локализован силами сотрудников ДЧС области. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Второе возгорание произошло в Караганде по улице Ленина, 66. Маршрутный автобус номер 04 загорелся ранним утром. Спасатели прибыли на место в считанные минуты. Силами Департамента по чрезвычайным областям пожар был локализован в 8,02 и ликвидирован в 8,05. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время причины пожара устанавливаются. В 95-й гимназии Майкудука заложена бомба. Такое сообщение поступило в полицию от неизвестной женщины. На место происшествия были стянуты все экстренные службы города. Сотрудники полиции эвакуировали школьников и педагогов и обследовали здание. Тревожный звонок поступил в Центр оперативного обслуживания после обеда. Полицейские отцепили здание. Детей и подростков эвакуировали. Саперы тщательно обследовали помещение. Взрывное устройство не обнаружено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лжетерористка была задержана. Напомним, в последнее время участились случаи заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Полицейские предупреждают граждан, что за подобные шутки нарушителям грозит до шести лет лишения свободы. Заместитель Акима Абайского района Абсалям Карин оштрафован на 100 тысяч тенге. Чиновника привлекли к административной ответственности по решению суда за невыполнение требований прокурора. Согласно материалам судебного дела, инициатором наказания чиновника стала прокуратура Абайского района. Из материалов дела следует, что заместитель Акима по социальным вопросам Абсалям Карин, являясь в то же время председателем жилищной комиссии в Акимате, допустил ряд нарушений. На чиновника неоднократно поступали жалобы от горожан о том, что он отказывает им в приватизации квартир, в которых они живут. Прокуроры провели проверку в Акимате и внесли пять актов прокурорского реагирования. Однако в указанный срок требования прокурора не были исполнены. Абайский районный суд признал чиновника виновным. Его обязали выплатить административный штраф в размере 50-месячных расчетных показателей. 106 тысяч тенге пойдут в доход государственного бюджета. Абайский районный суд признал чиновника в районе 50-месячных расчетных показателей. «Я люблю Астану». Флэш-мобы прошли в организациях образования и торгово-развлекательных комплексах. Кроме того, в библиотеках организованы фото-выставки об Астане в рамках общенациональной акции «Арман Кала Астана». В Балхаше провели воспитательные мероприятия под названием «Астана – сердце независимого Казахстана», а в Жанаркинском районе провели церемонию открытия семейной врачебной амбулатории в Яролинском округе. В канун Дня независимости указом президента Республики Казахстан большая группа граждан за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны награждена государственными наградами. В числе награжденных – Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона удостоен ордена «Парасад». Орденом «Парасад» награждаются деятели науки и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала республики. 1150 человек в Карагандинской области награждены юбилейной медалью 25-летия независимости Республики Казахстан. Приказ за награждение подписан лично президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Среди награжденных – соратники главы государства, ветераны Великой Отечественной войны и труда, руководители предприятий, общественные деятели, средства массовой информации и Акимы городов и районов. Торжественное награждение состоялось в областном Акимате. Глава региона отметил труд карагандинцев и наградил от имени главы государства юбилейными медалями. В числе награжденных – карагандинцы, представляющие самые разные сферы жизни. Ветераны войны и труда, производственники, общественные деятели, работники образования, здравоохранения, культуры, спортсмены и журналисты. Также Аким области Нурмухабет Абдебеков наградил соратников главы государства. Среди них была председатель Совета ветеранов, бывший секретарь по идеологии Темиртаусского горкома Нина Вахитова. Она рассказала, что с 1971 по 1977 годы ей посчастливилось работать и жить рядом вместе с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Сегодняшняя награда – это достойная оценка ее заслуг. Сейчас пенсионерке 82 года. Это великий праздник, это большой праздник. И получить юбилейную награду из Рокопима области, я считаю, это очень и очень почетно и очень важно. Я желаю всем трудящимся, всему населению нашей Карагандинской области терпения, здоровья. И сколько есть сил надо отдавать себе для того, чтобы процветал наш любимый Казахстан. В преддверии празднования 25-летия независимости юбилейной медалью также были награждены особо отличившиеся государственные служащие. Аким области отметил, что несение государственной службы – это доверие со стороны общества и страны. Кому праздник, он всегда отвечает наших лучших соотечественников. Все, что мы достигли за эти годы независимости, достигнуто трудом у всех казахстанцев. Среди них есть люди, которые подают пример, демонстрируют успешную деятельность в разных отраслях, производственных тех, культурных, спортных, военных организаций. Среди таких достойное место занимают государственные служащие. Нурмухамбет Абдюбеков наградил отличившихся Акимов городов, районов и руководителей различных управлений. Он поблагодарил их за хорошую службу и подчеркнул, что Орден Парасад, врученный ему президентом, в первую очередь заслуга всех коллег. В целом, по Карагандинской области указом президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева к награде юбилейной медали у 25-летия независимости Республики Казахстан представлены 1150 человек. Айямамрина Улжас Габасов Андрей Тимофеев, первый Карагандинский. В стенах Дома дружбы состоялась 19-я сессия областной Ассамблеи народа Казахстана. В съезде приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, руководители государственных органов, а также активисты этнокультурных объединений города. В связи с юбилейной датой независимости Казахстана в ряды членов Ассамблеи народа Казахстана было принято 25 кандидатов, представляющие 25 разных национальностей. Перед началом торжественной встречи глава региона Нурмухамбет Абдебеков представил доклад о роли Ассамблеи народа Казахстана в формировании мира и согласия. Уважаемые участники сессии, этот год стал знаковым для всех казахстанцев. Наша республика отмечает 25-летнюю независимость. Разрешите поздравить вас с этой знаменательной датой. Казахстан, я живу в эти 25 лет в мире согласии, и это, наверное, главное достижение независимости страны. Убежден, что значительный вклад в его сохранение и умножение в угла Ассамблеи народа Казахстана. Также он отметил, что, несомненно, наша область будет выполнять все поставленные задачи и вносить достойный вклад в развитие Казахстана. После доклада главы региона каждый присутствующий мог высказать свое мнение. На этот раз гости рассмотрели ряд вопросов на тему независимость, согласие, нация и единого будущего. Кроме того, выступающие с докладами предлагали новые идеи в развитии Ассамблеи народа Казахстана. Уважаемый господин Кирилл Хамедович, координационную роль Ассамблеи народа Казахстана в области медиации выведет в создание Центра медиации в Редуле Дружбы и Совета медиации для Ассамблеи народа Казахстана. Основная задача Совета заключается в том, чтобы скоординировать работу всех субъектов в исполнении закона медиации, а также создать системную комплексную программу для своевременного разрешения развивающих противоречий и развития привитивных мер по возникновению конкретных ситуаций в регионе. Основными задачами этих ресурсов будут являться проведение своевременной диагностики уровня конкретности, участия решений сфором конкретных, разработанных программ и проектов, направленных на реализацию задач, поставленных главой государства. После того, как выступающие закончили с докладами, прошла церемония посвящения в Ассамблеи народа Казахстана. Всего было принято 25 кандидатов. Все они разных национальностей, что еще раз доказывает дружбу народов в нашей стране. Среди вступивших в АНК были работники образовательных учреждений, спортсмены, члены и руководители молодежных направлений города, а также студенты. В течение пяти лет я активно участвую во благо нашего государства, участвую в форумах и международных конференциях. 1 декабря этого года я участвовала на форуме с президентом в честь 25-летия Республики Казахстан и актом Ангелик-Ель. Сегодня вступление в Ассамблею народов Казахстана для меня большая честь. Я действительно очень радуюсь, я ждала этого дня. Я очень горда, что я вступила и буду также работать во благо нашего государства. В завершении встречи за значительный вклад в дело и укрепление единства и народа, развитие межкультурного диалога, золотой медалью «Барлек», юбилейной медалью в честь 25-летия независимости Казахстана, награждали ветеранов труда, а также активистов шахтерской столицы. Ну, во-первых, благодарю за поздравления. Действительно, считаю, что эта награда – это такой аванс за будущее, скажем так, за будущую работу. И, конечно же, на мой взгляд, признание той работы непростой, которая была проделана за все эти годы. Закону о медиации в этом году исполнилось 5 лет. Это достаточно новая правовая форма регулирования спорных вопросов для Казахстана и при этом, скажем так, возрождающая традиции миротворчества, которые всегда были присущи казахскому народу. И сегодня особенно благодарна за эту удивительную награду, которая действительно дает тепло такое, переполняет добрыми, хорошими, теплыми чувствами. И понимаю, что это признание, признание тех заслуг, которые, конечно же, сделала не я одна. На протяжении всех этих лет мы старались поддерживать мир и стабильность в нашем регионе и делали все, чтобы всем казахстанцам здесь было комфортно жить. Сегодня работа Ассамблеи расширила свою деятельность до консолидации всех общественных сил, вовлечения всех граждан, институтов гражданского общества, науки и культуры в поддержку стабильности и развития. В связи с этим глава региона Нурмухамбет Абдебеков поручил Акимам районов и городов принять меры по усилению роли Советов общественного согласия и Советов матерей АНК по вовлечению данных Советов в реализацию общественного проекта «Большая страна – большая семья». Торжественные собрания, посвященные предстоящему юбилею независимости, провели и городские власти. Во дворце культуры Майкудука вспоминали самые яркие события за последнюю четверть века и наградили выдающихся карагандинцев. «16 декабря 1991 года на мировой политической карте появилось новое государство – Республика Казахстан. Мы начали собственный путь, путь, который получил одобрение, а затем и признание всего мирового сообщества». Этими словами Аким Караганды Нурлан Аубакиров приветствовал участников торжественного собрания, посвященного 25-летнему юбилею независимости Республики Казахстан. Глава города отметил, что все достижения страны немыслимы без президента. Именно Елбасы стал инициатором создания таких крупных объединений, как Таможенный союз, Еврозес, ЕАЭС, Шанхайская организация сотрудничества. «В декларации 25-летия независимости подчеркивается, что именно политическая воля и стратегическое видение президента Назарбаева и Султана Абишевича предопределили успех казахстанской модели развития. Год независимости стал годом принятия патриотического акта на интеллигии. Он обозначил ценностные основы нации единого будущего, нашей казахстанской гражданской идентичности. Во всем мире сегодня признается ценность казахстанской модели межэтнической и межконфессиональной толерантности и согласия. Многие известные зарубежные политики и ученые считают достижения нашей страны в той деликатной сфере общественных отношений, а простом для других стран и международных организаций». Градоначальник также отметил большой вклад в развитие страны, который вносят все карагандинцы. Сегодня Караганда является центром экономического роста, по многим показателям занимая ведущее место в республике. «В сравнении с 1993 годом объем промышленного производства возрос на 273 миллиарда. В целом на 2015 год объем произведенной продукции составил свыше 278 миллиардов. Доля караганды в общем объеме промышленного производства области составляет около 20%. В отраслевой структуре промышленного производства наибольшую долю занимает обрабатывающая промышленность. За 25-летний период объем производства обрабатывающей отрасли вырос с 6 миллиардов до 100 миллиардов тенге. Рост наблюдался в таких отраслях экономики, как производство продуктов питания, неметаллической минеральной продукции, продукции металлургической и легкой промышленности. Обеспечивает значительный рост производства маргариновой продукции. Если в 1991 году в городе было выучено всего лишь более 27 тысяч тонн, то в 2015-м 50 тысяч тонн. Также выросло производство муки в 2,5 раза. Основой для устойчивого подъема экономики стал масштабный рост инвестиций в основной капитал. Награждение выдающихся карагандинцев юбилейными медалями в память 25-летия независимости Республики Казахстан стало центральным событием всего торжественного собрания. За вклад в развитие исторического и культурного наследия, социально-экономического, интеллектуального и духовного потенциала, многолетний плодотворный труд государственных наград были удостойны 9 карагандинцев. Среди них директор Агротехнического колледжа Валерий Голунов. Я горд и счастлив в оказании мне такой чести в получении высокой награды. Хочется поздравить всех с праздником 25-летия независимости нашей Родины, Республики Казахстан. Под руководством нашего лидера, президента Республики Владимировича Назарбаева, 25 лет мы живем в мире согласия и единстве. Всем здоровья, счастья, трудовых успехов на благо нашей Родины, Республики Казахстан. Продолжилось торжество праздничным концертом любительских и профессиональных творческих коллективов Караганды. На сцене артисты воспроизвели самые яркие события за четвертьвековую историю страны. Предпосылки будущей независимости были видны в декабре 1986 года. Пронзительный экспрессивный танец сопровождала кинохроника тех событий. Завершился концерт исполнением песни «Менгеле Кьеле» и праздничным фейерверком. Андрей Тенулжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Вместе с 25-летним юбилеем независимости в эти дни Казахстан отмечает 30-летие декабрьских событий. На торжественном вечере карагандинцы почтили память погибших в декабре 1986 года. Кроме того, состоялась церемония награждения за особый вклад в получение независимости, а также за развитие шахтерской столицы за годы независимости. Декабрьское восстание – это выступление казахской молодежи, произошедшее в 1986 году в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахстан. По официальной версии, волнения начались из-за решения генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева о снятии из должности первого секретаря Компартии Казахстана Дин Мухаммеда Кунаева и замене его на Геннадия Колбина, человека, который ранее никогда не работал в Казахстане. Декабрьские события в Казахстане стали одним из первых в СССР массовых митингов против диктата Центра. Позже аналогичные события произошли и в других республиках Советского Союза. В декабрьских событиях приняли участие около 300 человек. 28 из них официально признаны пострадавшими. Участники восстания требовали назначить на должность главы республики представителя коренной национальности. Позже волнения казахской молодежи прошли и в других городах республики. Эти люди выходили на площади Алматы 19 и 20 декабря, настаивая на своем. 11 участникам из нашего региона уделяется особое внимание и по сей день. На торжественном вечере были награждены горожане, внесшие вклад в развитие шахтерской столицы за 25 лет независимости. Всего благодарственные письма от Акимата города Караганды получили 50 человек среди награжденных и сотрудники телеканала «Первый Карагандинский». Для всех приглашенных гостей был организован праздничный концерт, где продемонстрировали свои таланты творческие коллективы нашего города. В выступлениях они олицетворяли дружбу народов, а также успехи независимого Казахстана. Асель Сазамбаева, Исламбек Успана, Андрей Тимофеев, «Первый Карагандинский». «Независимая страна». Именно по таким названиям организована выставка детского творчества в стенах гимназии номер 92. В основном на экспозиции школьники демонстрировали собственные подделки, посвященные 25-летию независимости. Для посетителей состоялся праздничный концерт, где гимназисты продемонстрировали свои таланты. На выставке было представлено много запоминающихся работ. Одна из них – подделка ученицы восьмого класса Айнур Ягпын. Девочка смастерила небольшую скульптуру, где изобразила батыра, сидящего на коне. По словам Айнур, скульптура олицетворяет свободу и независимость нашей страны. «Я часто принимаю участие в подобных выставках. Мне очень нравится делать различные подделки и рисовать. На эту работу ушло не так много времени. Всего две недели. Главное – это терпение и усидчивость». В стенах гимназии периодически проводятся подобные мероприятия. Преподаватели уверены, что это укрепляет в учениках чувство патриотизма и любви к родине. Руководство гимназии номер 92 поздравило всех гостей с грядущими праздниками. «И хочется сказать, что такая знаменательная дата. За 25 лет Казахстан, благодаря нашему президенту Маршалтанабишче Назарбаеву, сегодня достигла международного значения. Поэтому хочется сказать, что в гимназии нашей сегодня мероприятие проходит выставкой детей и также концертной программой». На выставку были приглашены все учащиеся школы и преподавательский состав. Среди почетных гостей были ветераны образования. После выставки гости посетили праздничный концерт. А сердце Замбаева, Жакслык, Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карадяндинский. Это все, о чем успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауэнстер. Редактор субтитров А.Семкин